В советское время с азербайджанцами, я должен сказать правду, очень хорошие были отношения. Местные азербайджанцы, валили на них, это они, пришельцы азербайджанцы, из Армении затеяли эту драку. Но в один миг, в один момент все так зачеркнуто было, так ярыми врагами стали, что непонятно, как так могло быть. Пока Харабах не соединится с моей родиной, здесь никогда никакого порядка ничего не было. Я подошел к дому, двери открыты, окна открыты, все горит. На улицах трамваи автобусы перевернутые, стрельба кучами азербайджанцев по 10-15 человек с лозунгами «эрмян лараэлюм» – смерть армянам. Тут, в общем, не разбериха так. В этом прежде всего виноваты вы, вы, второй секретарь ЦК Азербайджана. Вы затеяли резню между армянами и азербайджанцами. Я скажу, даже фашисты такие методы не применяли, какие это азербайджанцы. Я вспомнил это армяно-турецкую резню. Вот то, что они там делали, один к одному делали азербайджанцы в Баку. В советское время с азербайджанцами, я должен сказать правду, очень хорошие были отношения. Во-первых, через нашу деревню, через Мирбачевский район, шли азербайджанцы со своими баранами. Очень много баранов, каждое лето шли. И так называем, в каждой армянской деревне был кирьбе азербайджанец, который проезжает через деревню, они останавливают. Меня дома тоже останавливают. Никаких эксцессов, никаких неприятных действий ни разу за мою жизнь до 10 класса и окончания не было ни разу. Я задавал сам себе вопрос и не мог ответить. Что же произошло? Ведь в таких отношениях мы были с азербайджанским народом. Я даже такой маленький пример приведу, что это я больше нигде, ни в одной республике, в том числе Армении, не видел. В Сумгавите стою утром, жду. В моем распоряжении машина была выделена. Пока машина подойдет, так любой таксист или часть ездит, видит, генерал стоит, за 10 минут до меня останавливал машину, пробегал, говорит, товарищ начальник, вас куда отвезти? Понимаете? Я клянусь, это чудо. Такое отношение к военным больше я ни в одной республике не видел. Вот такое у них было любовное отношение к нам, к военным. Разве это можно забыть? Невозможно. Но почему произошло все это? Кто здесь виноват? Трудно сказать. Я был в этих районах, где жили одни азербайджанцы. Они настолько чисто говорили на армянском языке, что трудно было сказать, он армянин или азербайджан. Они все это выдавали, что это не мы, это какие-то пришельцы, местные азербайджанцы. Валили на них. Это они, пришельцы азербайджанцы из Армении, затеяли эту драку. Иди пойми, то. Я же родился там, вырос там. Отношения были идеальные. Но в один миг, в один момент все так зачеркнуто было, так ярыми врагами стали, что непонятно, как так могло быть. За год до 88-го года, до начала события. Я же каждый год приезжал, там жила моя мать, одна сестра, вторая сестра, их дети, мужья и так далее. Сестра моя работала в школе, завучем школы. Она мне говорила, Рома, ты знаешь, что в азербайджанских классах, да и в армянских, во время занятия труд, они занимаются вытачиванием штырей, то есть готовят холодное оружие. Я тебя очень прошу, доводи до сведения руководства России, что здесь начнется очень кровопролитная битва между армянами и азербайджанцами. Мы тогда не придали этому словам моей сестры значение. Так и получилось. И когда я по распоряжению Горбачева был включен в состав группы Брутенц, а там было, значит, 12 академиков армян были направлены в Карабах перед событиями. Я в это время был в Ереване и был начальником Академии МЧС, начальником которого был гражданской обороной генерал армян Говоров. В Ереване меня нашли и сказали, распоряжением Горбачева приказано в состав Брутенц включить одного генерала, но чтобы он обязательно был в Карабах. Вот остановились на тебе. Возвращение в Москву отменяю, тебя ждет вертолет в аэропорту, и ты летишь в Карабах. Я пролетел в Степанакерте. Вот как я оказался там, в Степанакерте. Там в это время были митинги в Степанакерте, Марта Акерте, во всех местах. И произошел следующее ЧП маленькое. Значит, во время обеда, это в Степанакерте, значит, сидели 12 академиков. Но я не знал, что среди них в Баку прислала своего представителя в состав этой делегации азербайджанца. И я сидел рядом с Брутенц. Естественно, пошел разговор. Но я откровенно начал говорить. Вы знаете, пока Карабах не соединится с моей родиной, здесь никогда никакого порядка ничего не было. Вот смотрите, я из Баку до Евлаха лечу где-то час-полтора. А от Евлаха до моей деревни сутками едут. Дороги нет, ничего нет, машин нет и так далее, и так далее. В это время Брутенц наступает на мои ноги. Оказывается, я-то не знал, говорит, ты поменьше об этом говори, здесь турки сидят. И так и получилось. Когда мы возвращались, я приехал в Москву, турки написали письмо министру обороны. Вот приехал сюда генерал Арутюнов с двумя автоматчиками, сочинили, с видеокамерой. Я выступал Арутюнов во всех деревнях, во всех районах, произносил антисоветские лозунги. Я говорю, во-первых, никаких автоматчиков со мной не было, и антирусских лозунгов тоже не были. Тогда я Брутенцу сказал, знаете что, здесь сидеть нечего. Давайте разъедемся по районам. Я поеду в Мартакерский район. Как раз здесь находится председатель госполкома Агаджанян. Мы с ним вместе поехали. В один час мы приехали в Мартакерский, ведь ночью народ там ждал 10-тысячный митинг. Я один час в ночь выступал там на митинге. А потом я стал ездить по деревне. Выступал в разных деревнях. Маргушева, Лена Ивановна, Чайлу и других местах.